Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Мортит. Мы продолжаем путешествовать в зоне. Проходим сталкер, камень преткновения. Да, я вот тут что подумал. Я подумал, что квестов у нас не так много. Есть основной, есть пара запасных, так сказать, второстепенных. Надо бы пойти все-таки найти этого сталкера. Хотя в диалогах там говорилось что-то о каких-то тоннелях, но в задании сказано, что он находится где-то здесь. Копачи, вот эта вот совместность, да, и получается цементный завод. Это цементный завод. То есть где-то вот здесь, где-то вот здесь, находится этот нагиб. В смысле, это этот персонаж. Надо его найти и немножко с ним побеседовать. Провести, так сказать, разъяснительную беседу. Две бутылки водки будут нам помощью в этом непростом и сложном деле. Да. Может и опасном деле, кто знает. Может пообщаться с ним вообще не получится. А может он вообще друг. Кто знает, кто знает. Парня в себе не видели? Ох, ну кера себе. Нормальные такие расклады. Ты смотри, какая гнида. Попал. Добил, сука. Учитесь, пацаны, как нагибать надо. Да. Учитесь, учитесь, смотрите. Не, мы еще посидим. Погоди. Да, вы пока будете годить, вас, сука, всех перебьют. То есть, по сути, он где-то вот здесь находится. Наиболее хороший способ, конечно, засечь его, это смотреть бинокль. Потому что бинокль сразу персонажа будет видно. По идее. По идее. Но его не видно, сука. Его не видно. Мог ли он вообще не зареспавниться здесь где-нибудь, а? Или мог бы быть он нагнут кем-то? Хабар какой-то валяется. Но это, собственно говоря, хабар, который я, скорее всего, скинул. Помните, я там бронежилет скинул? Непростые времена у нас были. Чуть не прогнуло у нас. На все части, сука. Да, пойди, где-то здесь он. То есть, его видели последний раз между... Вот этой территорией где-то. Вот здесь где-то он обитает. То есть, по сути, где-то он тут должен быть рядом. Где он может быть именно, хрен его знает. Может, где-то на бетонном заводе сныкался? Вроде как его там ни хрена нет. А видели его где-то здесь? Да. Загадочная хрень. То есть, по сути, где-то он должен быть. А где именно? А хрен его знает, да? Хрен его знает. В том-то и дело. Я не вижу никакого человека здесь. Вообще ни одного. Его, да, возле тоннеля видели. Это мы в курсе. Но, как мы помним, в тоннеле здесь никого нет. Здесь никого нет в тоннеле. Тут бундуки какие-то были. Трупешников мы здесь не находили никаких. То есть, получается, это тело... Я хрен его знает. По кустам где-то он тут ныкается или еще где-то. Я даже не представляю. Вот конкретно написано, да? Следствие ввели. Дверобол дал примерное нахождение некого сталкера, который, по его догадкам, является кидалой. Между тоннелем около Копачи и цементным заводом. Надо искать. А где еще? Может, вот этот цементный завод? А, подожди. Так, цементный завод. Вот он может быть, да? Пойди, это у нас... Вот она... Это... Охладительная башня вот здесь, да? Это здесь охладительная башня. То есть, по сути, наверное, вот здесь. Где-то вот здесь. Это, наверное, цементный завод. Хотя хер его знает, где тут написано, что цементный, не цементный. Так его сразу-то не определишь. А я не специалист в этих делах. Мне кажется, где-то там. Где-то там, наверное, да? Ладно, пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим в ту сторону. Гляди, повезет нам. Гляди, что-нибудь получится. Я закупился тут? Ну, как закупился? Патрон для дробовика купил. Остального вообще нет смысла покупать. У нас 6 научных аптечек, 2 армейские аптечки, 25 обычных аптечек. Это вот сколько уже получается? 31... 33 аптечки у нас. 33 аптечки. То есть, 16 бинтов, 7 колбасы, 6 энергетиков, 175 патронов, да еще и 35 в магазине Галилу. То есть... Нормально. Всех нагнем, если надо будет. У нас в чайнике проблем нет. Я думаю, этого, ну... Может, вообще на все время хватит. Вполне может хватить. Так, а паренек у нас стало быть где-то вот здесь за копочем. Вот где-то вот здесь он обитает. Где-то вот в этой местности. Да? То есть, я ошибся, начни там и где-то здесь получается. Вот цичара. Хитрожопый. Так ныкается, что хер его найдешь, а? Все-таки меток нет, это очень плохо. Даже приблизительно не знаешь, где искать. То есть, сразу ты можешь не сориентироваться. Кстати, я еще посмотрел. Вот это у нас получается... Как оно? Бетонная ванна, да? Аномалия. Где у нас... Кто он там, по-моему? Степа или кто? Нет, не Степа. Степа это, которая кидала была. Тут просто мужик вот тут, короче, сидит, мудак, который... Он где-то здесь свой потерял рюкзак. Надо будет за рюкзаком еще его сходить. Попытаться помочь, скажем так. Кстати, я вижу сталкера. Блять, это стол, сука. Я извиняюсь. Я перепутал, да. Мне доказалось, что он двигается. Но это не сталкер оказался. Вообще не сталкер. Вообще нифига не сталкер. Блин, и ведь трупаков тоже не видно. И трупа не видно, и живого не видно. Вообще никого не видно. Получается, он где-то здесь. Вроде как. Где-то между, скажем так. Где-то в этой области. Вот уже территория сейчас бетонного завода пойдет. Мог ли он где-то здесь на бетонном заводе нагнуться? Всякое может быть. Но не факт. Его отличительной особенностью должно быть то, что он в Севе, как мы помним, да? А Сева это бронежилет. А, кстати, что тут за тело у нас валяется? Лейтенант ЗОЗО. 3030-й. Хороший ему. Так, но... Это анекдот такой есть, знаете, да? Иванов, я. Петров, я. Сидоров, я. ЗОЗО. А, нет. 3030-й. Товарищ полковник, моя фамилия ЗОЗО. Так. Старый анекдот я как-то раз рассказывал. Но суть сейчас не в анекдотах. У меня башка не на это нацелена. Сейчас суть в том, что надо найти этого парня в Севе. Сука, куда он мог запропаститься? Ну тут-то мы все лазили. Тут понятно. Тут, кстати, вот этот квест, по-моему, у меня кто-то не зареспаунился. Или что-то я не нашел здесь. Потому что те, кто уехал на этот... На вертолетную площадку, там ничего нет. Я ничего не нашел. Может мне опять же там кто-то не зареспаунился. И никого нет. Может багануло что-то. Ну вы поняли, да? К чему я понял. Короче, какой-то нагиб случился. Конкретный нагиб. Бля, нафиг я сюда пришел. Где-то здесь он получается, да? Но если это не бетонный завод, это башня охлаждения, правильно? Тут вода охлаждалась. То стало быть, это бетонный завод. Но я хрен его знаю. Бетономешалку хоть одну видите? Вот что-то. Я не знаю, что это. Это бетонный завод. Тут даже ничего не подписано, что это бетонный завод. Военная техника какая-то. Да, с одной стороны, как это может быть бетонный завод, если тут явно все под армейскую технику все здесь заточено. Не знаю, не знаю. Вопросов больше, чем ответов. По идее, вот это должен быть бетонный завод. Сука, столько вот. И там еще про какой-то тоннель говорилось. Но и тут тоннели есть, и тут тоннели есть. Хотя, по идее, вот это место. Не знаю. Короче, этого парня в Севе я найти не могу, ребят. Я не знаю почему. Я не представляю, где же его искать. Чужие прохождения, что-то мне неохота смотреть. Как-то, ну его нафиг. А нормально разработчики мода, как всегда, сделать не могут. То есть, в принципе, все хорошо в моде. Вот. Но вот это, это очень серьезный косяк, я считаю. Это сразу, как бы, этот букв... У меня этот мод никогда не получит 5 баллов. Ну, так, четверочку максимум. То есть, это серьезный косяк очень. Для меня это серьезный косяк. В моде должны быть, как в оригинальном сталкере, указатели. Их тут нет. Ни одного. О, человека здесь нет. Там тоже нет. Там побегали, посмотрели, никого нет. Можем, конечно, сейчас вернуться, в принципе, еще там поискать. Я не знаю, имеет ли смысл. Давайте пройдемся, все-таки, на всякий случай. Хер знает, может, где-то здесь он. Может, он на самом заводе? Бетонном вот. Или что это за сооружение? Непонятно. Давайте зайдем тут, пошаримся. Мне интересно просто. Да хватит, ты, сука, умирать. Геморрой Иванович, глядь. Ой. Так. Отсюда будет хорошая видимость, кстати. Не вижу ни одного подозрительного персонажа. Я вообще никого не вижу. Тут вообще никого живого нет. Так. Здесь открыть нельзя, да? Здесь. Здесь у нас что? Здесь, по-моему, мы бубен получали, если не ошибаюсь. Или нет? А, нет, бубен мы получали на этом. Мы на заводе там получали. Причем хорошо так от монолитовцев. Ну, что делать? Не найдут, значит, не будем это выполнять сейчас. Может, потом повезет. Сука, заобследуешься. Во. Вот такое слово новое у нас. Заобследуешься. Ходишь, обследуешь, толку нет. Где ты есть, пидорюга? А, слышали? Какой-то звук был сразу. А, понятно. Это просто звук бинокля, когда я вхожу в режим этого. Прицеливание, так сказать. В использовании. Да! Нигде, никаким мудаком не пахнет. Вообще ни одним. Этот кейс я так и не понял, зачем он. Он вообще не открывается. Кейс не открывается. Мужика мы здесь не обнаружили. Здесь мы его тоже, сука, не обнаружили. Как-то так вот, да. То есть, получается, вроде как он должен быть, а его нет. Я тут все уже вроде обходил. Пока я ходил, кстати, свободовцев тут нагнули этих. Вон, они валяются оба. Мне пришлось потом самостоятельно отбиваться от собак. Пацаны не очень успешные оказались. Я рассчитывал, что они больше продержатся. Кстати, тут же свободовцы стояли. Они те же живые еще. Тут было 4 трупа вроде, или 3. Да, вроде так же. Может, это те самые пацаны, которые их охраняли. Но в итоге они тоже плохо закончили. В общем, у свободы явно... Явно что-то не так с выживанием в зоне. Им не очень хорошо у них получается. Впрочем, у долговцев тоже. Они тут поодиночке ходят. На них свободовцы нападают в пятером. Долговец нагибается. Потом дальше идут свободовцы. На них налетает стая собак. Нагибает свободовцев. И все нормально. Вот так и живем. Мирно, хорошо, спокойно. Бля, эпидрилы не видно. Он меня бесит уже. Я не знаю. Но он же должен быть где-то, понимаете? Если не там, то значит где-то здесь. Вот это бетонный завод получается. Если это бетонный завод, то значит гондон где-то здесь должен обитать. По-любому. Я хочу ему по печени дать, серьезно. Он мне должен теперь, сука, пожизненно. О. Да, ты-то хер люби. Бля, не души. Не души вообще, да? Может в эту сторону ходить? Может он где-то за камнем тут нагнулся? Кто его знает. Он же мог где-нибудь здесь за камнем просто взять, немножко прикимарить и там его. Того самого. Кто-нибудь ему болтик-то промеж булок и засунул, пока он спал. Нет? Вроде нет. На карте тоже ничего не показывается. Вроде получается, как и трупешников здесь нет. И все чинно, благородно. И даже без насилия. А так, сука, не бывает. Так не бывает, ребят. Вы же сами знаете. Все это дешевые отмазы. Где-то, где-то кто-то есть. Хватит так дышать. Он меня бесит. Можно как-то вообще отключить это дыхание этого героя? Он меня, сука, раздражает ужасно. Ужасно раздражает. Не знаю почему. Дыхание раздражает. Так. Тихо, тихо. Спокойно, спокойно, братишка. Дыши глубоко, качественно. Вот, другой. О, слышали? Какие-то звуки так что были. Но я не думаю, что... Хотя да, на крысу похоже. Может быть, это наш персонаж как раз. Очень даже может быть. Крысеный что-то еще. Падла, сука. А? А это что за место? Я тут был? Да, я тут был. И тут нифига не сопутствовал успех, кстати. Как вы помните. А, 9-3. Ну да, это не работает. Короче, как я понял, судя по всему, те военные, они забаговались. Которых я должен был найти на этом... На минном поле. Ой, на минном. Да, на минном, собственно говоря. Вот тут, на отлетной площадке. Я предлагаю, знаете, что я сделаю? Сейчас мы пойдем на завод. К... Бетонной ванне. Ну а по дороге все-таки зайдем еще раз на... На отлетную площадку и глянем. Может быть, просто я во тьме ничего не увидел. Но я там до утра до стоял. И, по идее, должен был что-то увидеть. Хотя я там... Ух ты, сука. Еще видимость не идеальная была, когда я уходил. А сейчас время как раз утро ранее. Ну, такое, не совсем уже ранее. Ну, ранее, но нормально. То есть, сейчас солнышко светит, там все дела. То есть, сейчас, по идее... Сука. Headshot, baby. You was owned. Должна быть видимость лучше. Я смогу увидеть то, что не увидел во тьме. Но это же теория. На практике, конечно же, скорее всего, там ничего просто нет. Где пидорюга? Слышали, да? Кто-то воняет. Кто-то что там, бубнит. Сейчас. А вы пирожные были вкусные. Я их сижу, бля. Пидор. Ты где? Во, 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 во. Ага, вон он. Вижу, вижу, вижу. По карте показался, ребята. Судя по нашему радару, он тут всего один. Да? Всего один? Не переживай, тебе не хватает. Хорошо, хорошо. Хорошо. Я не буду переживать, не переживай. Я не буду переживать. Скоро все вернутся. Все будет хорошо. Ты, главное, не нервничай, не нервничай. Ну да. Ха. Хорошо мы его нагнули, да? Аккуратненько так сзади подошли. Чпунь. И готово. Сука, еще один полустанок какой-то. Полустанок, полусранок. Не, ну сюда нам не надо. Этот петух не может здесь обитать. Всяк случае, я так думаю. Ну, что будем тут делать, правильно? Между копачами и бетонным заводом. Ну, судя по всему, вот тут где-то. Нихера его там нет. Вы сами знаете. Внутрь мы ходили. Там бандюги были. Ничего там тоже нет. Короче, нигде ничего нет получается. А по заданию он вроде как есть. Может, глюкануло. Может, еще что. Хер его знает. Я пока не могу ничего как-то дать этому рационального объяснения. А, понятно. Это снизу они там бубнят, шуршат, сука, все. Ладно. Так, мы на подступах. На подступах к минному полю и к, соответственно, каталетной площадке. Надо уже здесь смотреть. Есть ли где-нибудь немножко такие вот чуть-чуть неживые военные. По идее, не могут быть здесь. Одного мы там на минном поле нашли. При нем ничего не было квестового. То есть, при нем что-то это было. Что-то там аптечка, короче. Ну, как всегда. Бинт, пожрать, автомат, патроны. Но ничего того, что нам может помочь. Никаких записок, ни хрена. Вот что мы здесь видим. Мы видим вот один военный. Еще военный. Никого. А вот там мы все исследовали. И там тоже никого. Да? Да, там тоже никого. То есть, теоретически, здесь, на вертолётной площадке, должен быть где-то... Трупешник, у которого есть инфа. Какая-то записка и так далее. Но вот единственный трупешник, который здесь есть. На всей вертолётной площадке. И у него нет нифига. Вообще никакой информации при себе. Что очень странно. Я, может, что-то не догоняю, но... Но по-другому... Ну, не получается никак. Я не знаю. То есть, я, конечно, понимаю, что авторы модов, они любят... Как-то делать всё немножко странно. В плане заданий. Я не очень понимаю, зачем это делать. То есть, это анус какой-то. Где может быть второй военный? Второй, третий, не знаю сколько их тут. Машина перевёрнутая с военными. Всё что угодно. Где-то же это может быть. Может быть, я тут из них в леса удрал. И здесь его нагнуло. То есть, мы теоретически сейчас всё проверим. Вот. И... Кстати, да, интересно. Смотрите-ка, это военная палатка. Ну, да. Ну, в смысле, это вообще просто палатка. Она, конечно, может быть и не армейская, и какая угодно. Но она тут есть. Не исключено, что один из военных был где-то ещё тут нагнут. Может быть такое? Может быть. Кстати, интересное аномальное образование. Возможно, что здесь есть артефакты. Всяком случае, исключать этого точно нельзя. Может, сука, я разбогатею? Что, конечно, вряд ли. Пока что ничего, кроме самой аномалии, мы здесь не видим. Никакими артефактами тут и близко не пахнет. Я вообще люблю такие места, потому что обычно в таких местах реально артефактов много. Но на этот раз всё иначе. На этот раз никаких артефактов вообще здесь не видно. По идее, в кустах не должно быть аномалий. Обычно аномалии не располагаются в кустах никак, даже рядом. Но уже вот здесь их полно. Нет, артефактов здесь явно нет. Здесь, ребята, явно нет артефактов. Здесь мы были. В этой деревне пусто, грустно, одиноко. Ни хрена у них тоже полезного мы не нашли. Если не изменять память, это ведь эта деревня была, да? Вроде это. Мы тут что-то лазили, искали, короче. А здесь пустота. То есть вообще очень всё печально. Никаких фишек тут не было. Да, это она самая. Здесь ничего нет. Наш детектор тоже ничего не может засечь. Кстати, вот здесь, вот здесь. Слышали, тут аномалия есть кислотная? Шипучка или как она? Ага. Тем не менее, нет. Никаких артефактов здесь нет. Ладно, пойдём дальше. Так. Вот мы находимся у аномалии бетонная ванна. Где-то здесь зажопистый барыга. С бункера учёных, если не изменяет память, именно он потерял свой рюкзак. А вот он, кстати, да? Такое ощущение, что он специально его в очаг радиации кинул. Да, потому что пидор, чёрт. Ха-ха. Недавно был выброс. Возможно ли, что артефакты здесь... Да! Восстановились, сука. Я его сейчас заберу. Бля, так себе, конечно. Ну, как бы нормально. Просто для меня теперь, кроме медузы, ничего не будет удивлять. Мне только медуза нужна, ну вы поняли. Так. Химзащита, кровь камня. Нет, кровь камня это немножко не то. Это вообще не то пальто. Мне нужна медуза. Просто кровь из носа нужна медуза. По-любому. Кстати, можно потом ещё... Можно снова в жарку пойти. Ведь недавно, по-моему, выброс был, когда мы гуляли, да? Был выброс. Если был выброс, то, соответственно, артефакты должны были восстановиться. Теоретически мы можем пойти и попробовать, да? Вдруг там они восстановились. Если они восстановились, соответственно, я буду богат, сука. Да. Ну как буду богат? Это всё херня. Мне нужна медуза. Мне нужна конкретно медуза. Блин, вспомнить бы, где я медузу находил первую. Я не помню. Ребят, приважи нашли медузу. Помните? Мы нашли медузу. То ли её в награду за здание дали, то ли как. Но медузу я очень хочу найти. Найду медузу, буду счастлив. Найду медузу, сделаю хотя бы... Найду комбинезон хотя бы с тремя отверстиями. Будет у меня возможность таскать с собой самый офигенный артефакт. Вот этот, да? Веретень. Две медузы. И всё. Я буду... Мне вообще нихера не надо будет уже. Я всех нагнул тогда. Сука. Нахрен отсюда. Шавки мелкие. Ладно, артефактами вообще не пахнет. Ни одним. Похоже, нифига они не восстановились. Что очень жаль. Кстати, тут ещё у нас одно задание есть. Недалеко. Это обследовать сам завод. Потому что там было какое-то странное свечение. Вот я не знаю. Может быть, основной квест связан с этим. И эти монолитовцы и есть странное свечение. Просто я никакого свечения не вижу. Ни днём я не вижу, ни ночью не видел. Что это может быть за странное свечение? Я мне не предполагаю, о чём сталкеры говорили. Возможно, это сами монолитовцы. Их, так сказать, действия и деяния. Возможно, нет. Ладно, чё делать. Тихо, тихо, тихо. Опаньки. Да, похоже, всё-таки... Не знаю. Хочется мне этого злодея поймать. Может, всё-таки погуглить потом, как его найти. Потому что часто игроки, всё, мод проходит, они случайно натыкаются. Потом информация между собой делится. Я чувствую, что его так найти просто по общим словам. Что, сука, то ли он здесь, то ли он здесь. Ну, по идее, цементный завод вот, наверное, да? Хотя это охладительная башня. Хер его знает. Ну, вот. По идее, где-то здесь он должен быть. Но там никого нет. В тоннеле мы там были. Там тоже никого нет. Вообще никого. Там никого не было. Вы же сами помните. Я хер его знает. Может, здесь? Да не, ну здесь-то вряд ли. Здесь откуда он возьмётся. Это вообще уже, короче, это совершенно другая тема. Да. Бля, мне бы на затон поймать. Попасть. К технику забулдыге нашему. Я бы пипец там у него вообще всё усовершенствовал. Он-то парень хороший, с ним пообщаться нормально. Немного бутылок подкинуть и всё. И всё было бы сочно. Ща бы уже бегал, короче, в полном раскладе. А там ещё и барыга есть хорошая, которая на заказ всё приносит. И артефактов там много. Жалко, конечно, как я понял, мод вообще ограничен этой локацией. Это очень жалко. Я бы, сука, сейчас вообще олигархом был. Серьёзно. Ой. Кабанчик отлетел. Кабанчик капитально отлетел. А эти между собой воюют, нет? Мне интересно. По идее должны. То есть они же нифига не братья, не друзья. Но они все дружно за кабаном бегут. То есть тушканчики и псы объединились против кабана. Я чувствую, что кабан долго не протянет, если его догонят. Так, да вы бегите, бегите. Я вас не буду трогать, отвлекать от вашего занятия. Вы бегите. А я тоже побегу, потому что мне нахер не надо с ними связываться. Так, вот это место, кстати, интересное. Что это там ещё по-любому есть? Туда же можно наверх попасть. Только пока что совершенно непонятно как. Может это цементный завод? Хотя нет. Хотя хер его знают. А вдруг это и есть цементный завод? Кстати, похоже на цементный завод, по сути, да? Только труп всяких, всякого говна. Хотя это и на элеватор какой-то похоже. На элеватор похоже, да? Где зерно хранят. Вот это. Вроде похоже. А там хер его знает. Можешь и вот в этой области поискать его, а? Петуха этого. Петушечка. Хотя, бля, где копачек, где... А, ну, вообще могут такую, конечно, задачу непростую кинуть. Типа ищи его от седого до седого. Это, извините меня, территория это. Чёрт ногу сломит, сука. Ладно. Получается вот так и идти, да? Ну, это уже какие-то глупые такие догадки. Это просто... Это не то. Явно с этим мы заблудились. Это надо признавать. С этим чуваком мы заблудились. Где он находится, я даже не предполагаю. Вообще не предполагаю. То есть можно всё исследовать. Я не исключаю, что он вообще забагался. Он просто тупо забагался, короче. Мы его так не найдём никогда. Это не исключено. Может быть. Либо как-то его разместил автормода очень хитро. Не знаю, зачем он так сделал. Но типа его не найдёшь теперь. В общем, анусов хватает. Да. Я, кстати, думал. А Узулус у себя? Нет? Мне кажется, вряд ли. Наверное, тут его нету. Я не помню, кстати, как на эту башню подниматься. Тут, по идее, дверка должна быть. А, вот. А, тут нихера. Значит, сюда. А, нужен ключ. Закрытая дверь. Как символично. Интересно. Выбили. Может, её можно открыть ключом. Стоит поискать вблизи. Может, повезёт найти его. Найти ключ. Вблизи. Это интересный, кстати, вариант. Может, здесь где-то ключ есть, а? Может, поспрашивать у кого-то? Мне кажется, вблизи-то вряд ли он так валяться будет просто. Я даже практически уверен, что никакого ключа тут не будет. Я кнопку Е зажал по привычке. По идее, должно показываться. То, что валяется на земле. Но я никакого ключа здесь не вижу. Хм. Может, правда, тут где-то ключ рядом валяется? Мне кажется, это так. Он образно сказал, наш герой. Подумал точнее. Мне кажется, это очень образно он так сказал. Поискать. То есть, может, поспрашивать у кого-то. Или может, правда, поискать, а? Это интересная штука. Это наводит на мысли. А что, если правда, где-то здесь может быть? Тут был Антоха Интерин. Я отвечаю. Похоже, ты уже ответил. Тебя здесь больше нет. Так. Что-то я забрал только что. А что я забрал? Ну, ключей я никаких не вижу. Никаких ключей тут не видно. Сука, иди, сыщи, обследуй. Все называется. Нормально так подкинули задачку. С другой стороны, интересно. Интересно. По одной простой причине. Мне интересно, что же там внутри, в этом здании. По сути, наверное, все-таки эти истории происходят до того, как... До того, как нагиб произошел. Наверное, Дегтярев еще даже не прилетел сюда. И Зулуса нет. То есть, Зулуса нет, значит, он еще не поселился сюда, судя по всему. Он еще не пришел. То есть, только-только стрелок отключил выживатель мозгов. И вот это все тут зарождается, скажем, тут местная община. И тут мы как бы подоспели. В здание не войти в это, да? Оно какое-то странное, сука, со всех сторон забертое. Ладно. Что у нас остается здесь? Еще по вагонам можно полазить. Я хер его знает. Мне кажется, легче пойти побеседовать на эту тему, если такая возможность будет с торговцем. Может, торговец что-то знает? Торговцы, они же такие, они самые, сука, шары тут. Самые прошаренные по жизни. Они все знают. Че, к чему, как, куда. Че, во всех ситуациях, информации у них больше всех. А они больше знают, чем, наверное, местные разведчики, военные и ученые, которые информацию собирают. Самая-самая больше всего информации, вы думаете, у кого? У ученых, у военных, у группировок. Хер там плавал, у торговцев. У этих стука. Да, но не в этом случае. Этот фасара ничего не знает. Так, торговец не интересуется так. Экзак с лишними вещами глаза. Как он говорил, внутри лежат его припасы. А у них лишние вещи. Среди них черно-белая фотография молодого глаза. Какой-то девушки и маленькой девочки. Наверное, его семья. Да, наверное, его семья. Но все равно это не отменяет того факта, что он мудак. Он конченый мудак, сука. Он меня бесит. Я понимаю, что он как бы семье там зарабатывает. У дым-сю дым, короче. Ну, мудак он конченый. Такой вообще, сука, крохобот. Бля, Сидорович, что лучше? Так, понятно. У вас, как всегда, ничего нету, ребят. Вы бичи и бомжи. Все. Отправляемся в бункер ученых отдавать глазу его хабар. Он же здесь находится. Это же глаз. Правильно? Техник. Торговец. Какой торговец? А, сука. Он же торговец. Точно. А может, у него что? Хотя, что у него может быть полезного? Что я могу купить? По сути. Вот я еще купить не могу. По той простой причине, что мне ничего покупать не надо. Вообще ничего. Я не вижу смысла вообще что-либо покупать. У меня аптечек уже 27 обычных. 6 этих. 35 аптечек у меня получается, да? 35 аптечек. Патронов жопой жуй. Всего, короче, до хрена. Покупать ничего не надо, только если продавать. Продавать и копить бабки. Которых у меня 20 тысяч. Ну, по меткам сталкера я, конечно, не олигарх. Ну, и далеко не бедный человек уже. Уже нормально, я себя чувствую. На ногах крепко встает. Так, Тополь, привет. Привет. Ты мне ничего предложить не можешь, да? Собственно говоря, никто из вас ничего не может предложить. Давай, закрываем. Так. Ты же Глаз, да? Слышу тебя. Нет, ты Паша. Бля, а кто такой Глаз? Ребят, вы помните? Ну, привет. Да ни хера не привет. Ни хера не привет. Привет полный, сука. Глаз. Здравствуй. Слушай, я не помню, кто такой Глаз. Пока. Да, да. Так, а вы все бесполезные твари. Так. Кто же, сука, этот Глаз? Иди нафиг. Вот это, может, Глаз? Ну, привет. А, вот, точно. Нашел я твой рюкзак. Ты его специально кинул в то место, где фонит так, что фонарик без батарейки светится? Не, не специально. Большое тебе спасибо. Слушай, а Ваньки ты там не видел? Видел, труп его. Страшное зрелище. Голова объедена до черепа. Комбез разорван. Хорошо, что эти твари им перекусили, мля. Эх, Ваня, Ваня. Как же так? Эх, земля тебе пухом, дружище. Пусть твоя душа на небесах не знает бед. Держи еще вот подарок от меня. И иди пока. Мне надо одному побыть. Пипец, я столько жопу рубал за две с половиной тысячи рублей. Ну ладно, ладно, хер с тобой. Блин, то есть вы... Эти мне помогать с монолитом не будут точно. Не будут, однозначно не будут. Я уверен на сто процентов. Ты по какому делу? Это все. Можете... Это, да, это похоже реально все. Это все. Что мы сейчас делаем, друзья? Мы сейчас в обязательном порядке. Тут что у нас? Отличка, это важная информация. Пойдем обследуем тот тоннель. В жопу ваш тоннель. Нельзя никак? Ладно. Мы, мы, мы. Водяра сюда складываем. Эти патроны тоже сюда складываем. Похоже нам придется идти на разборки с монолитом. Выбора у нас особого нет. Ага. Да. Надо идти на разборки с монолитом. Вариантов других просто не имеется. Так что, в путь. Ну что? Практически пришли мы, да? Парни из монолита весьма недалеко. Если память не изменяет, находятся они где-то вот здесь у нас, да? Где-то вот здесь. Примерно. Ну это так. Не точно, но это не важно уже. Где-то вот здесь мы с ними тогда столкнулись. И они нас, кстати, чуть не нагнули. Ну они нас пощадили. Так нагнули, не нагнули, пощадили. Они не стали нас убивать. Мы договорились, что пацаны, не бейте, отпустите. Короче, все нормально закончилось тогда. Но это тогда было. То есть нам сейчас вот этому мосту вот туда зайти. И там будут они. И я не знаю даже, что к ним. Подходить, говорить. Или валить их нахрен сразу. Хрен его знает. А это кто? Это просто свободовцы. Обычные такие свободовцы. Мне не мешают, я им не мешаю. Все хорошо. Это трупешник того самого товарища. Ладно. Вот они, да? Вопрос. Как с ними поступить? Стоит ли с ними вообще разговаривать? Конечно, мы сохранимся. Попробуем поговорить. Может, как-то получится что-то придумать. То есть, два варианта. Либо я им помогаю как-то этого профессора нагнуть. Надо будет сохраниться, кстати, перед этим. Надо будет мощно сохраниться. Потому что, кто знает, может быть, нам лучше даже помочь им. Спи, спи, мой хороший. Спи, отдыхай. Так. Это тост такой? Нет, это не тост явно. Это конч. Ремингтон. Или, может быть, Мосберг. Сейчас сделаем это. Так, помнится вот этот упырь, да, у них главный? Ну, он с нами говорить явно не хочет. Что же делать? Перебить всех. Вариант. Смогу ли я? Думаю, смогу. Я думаю, что это не проблема. Ааа, нет. Что? О, блин, ну как я и предполагал тогда. Помните, что их нельзя убить? Может, с этим как-то договориться можно? Эй, мужчина. Нет, они вообще на меня не реагируют. То есть, в принципе, их нереально убить. Может быть, завалить... Эээ, профессора. Профессора ты хер завалишь. Нет, профессора нельзя завалить. В том-то и проблема. Нельзя завалить профессора. Профессор должен жить. Забавно в том, что профессор должен жить. То есть, его можно только захватить. Что, мне идти профессора захватывать? Не, ну можно попробовать, конечно. Но мне кажется, профессор со мной не пойдет. То есть, скорее всего, если я начну какие-то такие провокационные действия, мне придется всех долговцев убить. Профессор в таком случае наверняка начнет оказывать сопротивление. И, ну, я думаю, вы все понимаете. Профессор будет жестко нагнут. Глубоко и надежно. Можно, конечно, постараться ему в ноги пострелять. Я не хочу вообще с монолитовцами сотрудничать. Вообще ни разу. А почему мне не дают возможность, как бы, выбора какого-то? Не знаю. Должен же быть какой-то способ. Надо с кем-то поговорить. Ученые молчат. С ним никаких диалогов нет. Никаких. Торговцы молчат. Все, сука, молчат вокруг. То есть, никто ничем помочь мне не может. Что у нас, что там, задание есть? Принять решение. Пожертвовать человеком, либо рискнуть собой. Профессор находится где-то возле КПП. Во сне и на его. Сталкер видит на заводе какое-то свечение. Бля, непростая, конечно, миссия. Вот это очень непростая, оказалось. КПП у нас... КПП у нас вот же оно, да? Это и есть КПП. Да вы что, сколько сдурели, что ли? Бля, это так вовремя отвечаю. Давай, 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 давай. Чувели помидорами. Надо укрыться быстренько. Давай, давай, давай. Я понял. Я понял, что вниз. Вопрос, как вниз спуститься теперь? Где спуск вниз? Он же должен быть где-то, да? Да, он должен быть. Только непонятно где. А где спуск в подземелье? Бля, я не знаю, где спуск. Как мне теперь туда попасть-то? Жопа. Капитальная жопа. Я не знаю, где тут спуск вниз. Тут нигде не показано. Нахер отсюда. Шапка мелкая. Во, во, во. Вот там почти наверняка у меня лучше получится. Я уверен. Там должно получиться. Во, во, во. Вот здесь можно. Да, да, да. Здесь я смогу схорониться. Тихонечку я сейчас здесь смогу схорониться. Здесь это уже будет несложно достаточно. Главное вот сюда. Бля, сейчас уже начнется. Все, я на безопасности, да? Нет? Как нет, сука? Да вы шутите? А как сюда попасть? Вы что, издеваетесь что ли? Как попасть вниз туда? Попасть-то никак нельзя. Ооо. Жопа. Это реальная жопа. Я на это вообще не рассчитывал. Да, это не простреливается. Ну что, будем надеяться, что нас здесь не убьет. Хотя, это очень сомнительно, что нас здесь не убьет. По идее, вроде как и не должно, да? Длин, тут открытые пространства есть. Сейчас посмотрим, ладно. По идее, я не в укрытии. Хотя, может и в укрытии. Необходимо срочно сбежать в ближайшее укрытие и спрятаться от выброса. Почему это здесь показано? То есть, а что за здание напротив? Всем, кто меня слышит, выброс вот-вот начнется. Да, это не здание, это платформа. Срочно ищите надежное убежище. Да, нашел, что мог. Не знаю, что дальше будет. Поможет мне это, не поможет. Мне кажется, нихера. Укрыться вообще негде. Вообще негде просто. Ладно, будем надеяться, что я выживу. Бля, я ни хера не выживу. Я не выживу, сука. А здесь пройти нельзя. И это баг получается, да? Это получается... Ну, не то, что баг. Как бы... Это не баг. Это получается, в модификации закрыли вход вон туда, а игра определяет это место, ну, как естественно, укрытие, где можно укрыться. Но укрыться там, на самом деле, ни хера нельзя. Потому что автор мода поставил, сука, там палку. Ха-ха-ха-ха. Молодец, молодец. Пять баллов, бля. Пять баллов, сука. Мудозвон, я в твою... Кто так делает, блядь? Все-таки, знаете... Я не знаю. Разработчики есть разработчики игры. Это всегда так. Все мододелы, это так. Это жалкие пародии, серьезно. Ну, без шуток. Как бы я понимаю, что там старались и так далее. Но, блядь, столько косяков. Ни одного маркера, бля. Вот этот анус, сука. То, что показывается, что там укрытие, а там укрытия нету. Вот этот военный, который здесь должен находиться, его там нету. Еще говорят, кислота тут не передается иногда у барыги. В общем, это все печально. Но, что делать? Имеем, что имеем. Надо этого пидарюга ученого искать. Я хотя бы здесь смогу укрыться. Я тут на КПП взломал проход. Там по-любому можно укрыться. Но это железно. На КПП я точно. Если сейчас все-таки начнется этот выброс, я смогу на КПП укрыться. Но не факт. Может быть, его не будет на этот раз. Я не помню, в какой части я из сталкеров. Я помню, если загружаешь игру, то он может не быть в бутылке. У этого выброса. То есть, такое вполне вероятно. Он находится недалеко от КПП. Мне бы вспомнить, где именно. Где-то... Где-то они ходят с этими долговцами. Грубкой такой. Гуляют такие. Пидрочки. Где они есть, эти ребята? Они такой маленькой группой ходят. Довольные. Возле палатки. Ошиваются. Это я точно помню. А наш персонаж, как всегда, сука, он упырь. Нормально он бегать не может. Вот они мои сладкие. Вот мой ученый-то. Герой нашего дня без галстука. Давай. Давай, сейчас поговорим. Вот как с ним поступить? Всем, кто меня слышит, приближается выбор. Может, тебе так это... Эй, своих на прицел не бери! А, им похер, слушай. Груди, нет. Сейчас проверим мою теорию. Просто попрековываю. Чисто теоретически. То есть я могу так его флен взять, да? Хуя себе. Сейчас, мне просто интересно. Сейчас, короче, я этих перебиваю. Посмотрим, какой диалог с ним будет. Можно ли его в плен взять? Вот. Подумаем на этот счет. Я не понимаю, просто... Неужели никак нельзя теперь ничего сделать? Всем, кто меня слышит, приближается выбор. Да, да. Свобода! А, типа все, что ли? Ты отлично поработал. Работал. За это я дару тебе этот артефакт. Береги его. Прощай, сталкер. Прощай, сталкер. И бери артефакт. Да. Как конченый патрон поступил. Но нет у меня другого выбора. Нет у тебя другого выбора, говоришь? Попался? Блин, так. В смысле? Типа это все? То есть выбора и не было, что ли, получается? И типа нет такого продолжения? Что бы я ни сделал, и либо я его спас, либо это, это как бы на этом данный мод заканчивается. Я хер его знает. В общем, я почитаю еще, почитаю, там есть какие-то другие варианты, что там происходит, но продолжение следует. То есть, как мы понимаем, вообще само название, камень преткновения, пролог, это начало какого-то мода. То есть, это как бы только первая часть из нескольких частей, там, двух, трех. То есть, это как бы затравка, начало этой истории. Вот. Что хочу сказать по моду? Вот. Может быть, я еще одну серию запишу, если как-то там можно это по-другому сделать, заново не начиная. Если нет, ну, значит нет. Так. В принципе, мод очень классный. Мне реально понравился. Мне реально понравился, потому что очень классные диалоги сделаны. В диалоге реально классно, что здесь сделана озвучка. Вот, правда, здесь сиплые голоса сделаны очень тихо, где-то там шепотом. Но радует, что сами актеры озвучивания явно, как бы, ну, нормально со своей работой справляются. Сделаны неплохо. Хотелось бы, конечно, качество побольше. Но, в целом, очень хорошо. В основном, сталкерские моды, в принципе, не озвучиваются. Либо озвучиваются Васе из пятого Б-класса. Да. Примерно так. Либо Толе из первого курса института. По голосу, который не уступает Васе из пятого Б. А так, хорошо. Озвучка хорошая в игре. В моде. Модификации хорошая озвучка. В модификации мне очень пак понравился, оружейный. Модификация, в принципе, недолгая. Но, достаточно интересная. Срастепенные квесты, конечно же, из-за ряда подай-принеси. Каких-то очень глубоких историй мы здесь не встретили. Но, неплохо. Неплохо. Я не скажу, что было скучно это делать. Это было интересно. Главное, главная, главная такая, наверное, главная беда мода на сегодняшний день. Самая главная беда. Это то, что основные квесты и то, что их выполнение продуманы очень плохо. То есть, в целом, этот мод действительно, он на голову выше, чем 90% того, что выпускается. 90% я считаю, что это вообще хлам. Это, в принципе, не моды. Они на оригинальный сталкер вообще не тянут никак. Это явно не Долина Шорохов. Это явно не Путь во Мгле. То есть, с этими модами этот мод не может сравниться. А вы знаете, что эти моды, я считаю, лучшими. Лучшими, в принципе. Путь во Мгле, Долина Шорохов, Лост Альфа тот же. Хоть Лост Альфа он и очень долгий, и там забагованный, и много косяков. Но мод очень классный. Этот мод пока не может с ними сравниться. Мы, конечно, делаем скидку, что те, кто разработал данный мод, это их первая работа. Надеюсь, что дальше будет лучше. Хочу сказать, ребята, обязательно, в обязательном порядке, добавляйте маркеры на карту. Вот хоть кровь из носа. Серьезно, легче пройти какой-нибудь мод, где герой каждые 5 минут хочет какать или писать. Отголоски хардкорности, хотя я этого не люблю. Я считаю, что мод должен быть похож на оригинал. Но вот это, то, что на карте нет ни одной пометки, а объяснение порой очень смутное. Где-то кого-то видели, в задании одно написано, по диалогу персонажа другое. Ты приходишь, там никого нет. То есть, и даже непонятно, забаговалась игра в данном случае, либо не забаговалась, и надо лезть куда-нибудь на форум читать. Был кто-то в такой ситуации и не был. Это немножко неправильно. Поэтому обязательно, обязательно добавляйте маркеры на карту. Хотя бы примерно где-то вот там, что в этой где-то области, где-то это задание находится, что надо идти туда. Если этого нет, то я думаю, что, вот я уверен на 100%, что большинство людей, которые не являются, а большинство людей, даже те, кто играют в моды, они не являются прямо такими вот хардкорщиками и так далее. Это обычные люди, которым хочется, игроки, которым хочется продолжить путешествовать в зоне, в зоне отчуждения. Я думаю, что многие из них просто вот даже по этой причине перестали играть в этот мод. Хотя в остальном, во всем, ну почти во всем, мод реально хороший. Я жду продолжения этого мода. Это один из немногих, даже, наверное, единственный мод за последние несколько месяцев, который мне захотелось пройти, действительно. Я его прошел, вот этот пролог. Я надеюсь, что продолжение будет более интересным, таким вот, более таким экшоновым, больше интересных квестов, исправят ошибки, которые я назвал. И мы отлично проведем свое время в зоне отчуждения. Ну а на первый раз, первый мод, вот команда разработчиков, могу сказать, неплохо, неплохо. Нехорошо, неотлично, но неплохо. Так вот, четверочка может быть с минусом, но она есть, тем не менее. А, дорогие зрители, что я вам хочу сказать? Мне понравилось. Будем ждать продолжения. И если вам по какой-то причине, как и мне, нравится путешествовать в зоне отчуждения, бомбить, тупить, получать полную жопу огурцов, но тем не менее, хорошо в целом проводить свое время, то предлагаю вам выполнить ряд несложных, но весьма полезных, как бы, для вот путешествия в зоне действий выполнить. Хорошие такие действия. Ставьте лайки, это пожелание. Это как бы, хотите, не хотите, каждый сам решает. Яйки чешите. Яйцо почесал? Сука, зона вся твоя. И клондайка артефактов в придачу. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы увидимся с вами в зоне.